Карлос никогда не работал с настоящим шаманом. Он работал с магом Доном Хуаном. Он рассказывал эти невероятные истории, и мы просили, чтобы он их записывал. Так он и начал писать. У него было отличное чувство юмора, он был очень веселым. В итоге, скоро у него набралось материала почти на целую книгу. Я действительно думаю, что линия передачи Кастанеды была уникальной. Нет ни одной другой линии магов, которая говорила бы о магии так, как говорил он. Иногда мы теряемся во всех этих его историях. Иногда мы в них остаемся. Но я поняла то, чего он достиг в своих книгах, может достичь каждый из нас. Я сидела у стоп многих учителей, слушая их истории, но я почти не слышала о том, как это могу сделать я. И вот передо мной был человек, Карлос Кастанеда, который сказал, «Ты можешь это сделать. Ты намного больше, чем ты думаешь. Позволь мне показать тебе путь». Кастанеда был очень импозантным, одним из лучших юмористов, которых я когда-либо встречал. Он умел удивительно хорошо перевоплощаться. Он мог имитировать любого человека, в том числе и меня. Он держал нас в ожидании, пока, наконец, напряжение не достигло пика. И вот появляется он, как в сказке, как на карнавале, запрыгивает на сцену и сразу же начинает провоцировать. «Думаете, я Карлос Кастанеда? Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете, что я не притворяюсь им?» И к тому времени он, весьма вероятно, мог уже брать мысли из своего воображения снов пограничных состояний сознания. Иными словами, писатель может создать полумифического, полуреального героя, как это сделал Кастанеда. Когда ты пишешь такие книги, ты попадаешь в зону, где читатель очень уязвим. Ты играешь с потребностями и слабостями человека. Для меня в Кастанеде было важно то, что мне нравится в суфизме. Это то, что беседы происходили в кафе на бензоколонке. Это происходит вот оно здесь. Вот это могло быть в этой закусочной. Он мог сидеть на этой скамейке. Он считал свои деяния подготовкой к смерти. Но не к тихой и мирной смерти. Он представлял себе жизнь после смерти чем-то вроде космического вестерна, где есть много злых сущностей, к встрече с которыми он должен усиленно готовиться. Он не воспринимал смерть интересным путешествием. В какой-то момент я замечаю, что мои глаза как будто перестают смотреть. Мне как будто бы нечем смотреть на окружающий мир. И что я уже не совсем человек. Я все-таки приоткрыл глаза, и я не увидел там людей. Я увидел лес. Я завершил рукопись, передал ее издателю, и он сказал, что нам необходимо получить согласие Кастанеды. Но Кастанеда сказал, нет, не опубликовывайте это, еще рано. Вот так и сказал. И я стал ждать, и слава Богу. Когда я выходил из ресторана, этот человек пронзительно взглянул на меня, кинулся вслед, и очень сильно ударил меня по спине. Я был шокирован. Мой внутренний диалог остановился полностью, и я в каком-то смысле увидел природу ума. Он улыбнулся и сказал мне, вот так через это они узнают тебя в будущем. А затем ушел, и больше я никогда его не видел. Вы думаете, это был Дон Хуан? Карлос сказал, что это был Дон Хуан, и таким образом он отметил меня. Это был тот знак, который Кастанеда увидел в тот день на той презентации.